Здравствуйте, меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Кенич, и мы приглашаем вас на международный футбольный матч. Сегодня сборная Бразилии играет против сборной Коста-Рики. Из всех стадионов, прошедших реконструкцию в преддверии Чемпионата мира по футболу, наиболее разительные изменения претерпели, наверное, московские лужники. Безусловно, абсолютно другой стадион, без беговых дорожек. Многие иностранные болельщики помнят этот стадион по финалу Лиги Чемпионов 2008 года. между английскими клубами Челси и Манчестер Юнайт. Сейчас арену просто не узнать. Плеск, шик, красота. Долго шло строительство нового стадиона питерского «Зенита». Буквально гнались за сложные инженерные идеи строители арены. Но теперь это все в прошлом, и матчи Чемпионата мира принимает одна из лучших арен в мире. Мещает стадион Санкт-Петербург 68 тысяч зрителей на время проведения Чемпионата мира. После окончания Мундиаля вместимость вернется к прежнему числу в 56 тысяч зрительских мест на домашних матчах «Зенита». Сборная Бразилия играет сегодня в таком составе. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Коста-Рика сегодня в таком составе. Тренер выбрал очень сбалансированную тактическую схему. Да, надо сыграть надежно в обороне, но самое главное не в ущерб атакующим действиям. Команда на поле, и арбитр только что дал свисток к началу первой половины матча. И мяч у Неймара, он идет вперед. Филиппе Каутиньо! Есть первый гол у нас! Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. Согласитесь, уважаемые зрители, что вот именно такие голы очень хорошо отсматривать на повторе. Спокойно, красиво, технично. Просто на загляденье. Очень рад Тите голу. Теперь его команда впереди. Сборная Бразилия сумела выйти вперед. Игра продолжается. Прочитал передачу Неймар. Жезус. Отлично сыграно. Надо решать. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. И это... Паулиньо. Братарь намертво забирает мяч. Мяч потери. Паутинио. Бьера. Паулиньо. Бразильцы с мячом. Они идут вперед. Бразилия с мячом. Там было нарушение. Но судья игру не остановил. Марселло. Каутинио. Паулиньо. Посмотрим за этой атакой. Обыграл как дерево. Неплохой был пас. Но соперник эту передачу прочитал. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Мяч у защитника. Он сыграл надежно. Казимир. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Это может быть опасная атака. Здесь защита справляется. Мяч отобран. Филиппе Каутинио. Тут защита справляется. Потери мяча. Это, конечно, не стандарт. Но и из аута можно извлечь выгоду. Особенно так близко от чужой штрафной. Заражить нужно мячом. А не дарить его соперникам. Паулинь. Жезус. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Неймар. Неймар знает сотню способов обыграть соперника. Арсенал его... Каутинио. К угловой подает сборная Бразилия. Навешивает Неймар. Не получается с первого раза у защиты выбить мяч. Атака продолжится через флаг. Есть варианты, куда сделать пас. Габриэль Жезус. Выручил он свою команду. Паулинь. Пока неплохо. Паулинь. мимо бьет игру и посмотрите посмотрите как он переживает как тренер переживает этот промо при том что его команда все-таки еще выигрывает тут может что-то получиться нужно выходить из ворот все правильно бьет надежно играет защитник атака прервана две минуты добавляют а у линии заканчивается первый тайм 1-0 пока можно сказать что смотрится он вполне уверен так ну я думаю что своим голом он доволен ведет команда после первого тайма но одного гола может и не хватит для победы поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум 4 филиппе коучиньо в стадионе санкт-петербург начинается вторая половина встречи похоже они решили поиграть вдвоем филиппе коучиньо филиппе коучиньо филиппе коучиньо Совсем необязательная потеря. Все в рамках правил можно играть. Сыграно-то точно, а вот стоило. Есть адрес у этой передачи. К дальней штанге летит мяч. Сейчас будет опасно. Подача на поле может в любой момент обернуться голом. Замена в сборной Бразилии. Мяч летит в центр штрафной. И слишком сильно угловой потан, мяч перелетает всем. И после углового мяч уходит за боковую линию. Тяго Силу. Паулини. Отлично сыграно. Надо решать. Паулини. Положение вне игры. Ковырялся, ковырялся, боролся, боролся. Но мяч сохранил. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Габриэль Жезус отработал назад, чтобы наконец получить плеч. Пас за пасом следует. Много передач и владения мячом. Они показывают, что умеют с ним обращаться. Скидка назад. Какое спасение! Здорово играет голкипер. Из хорошего положения наносил удар соперник. Но вратарь молодцом. Снова точный пас в его исполнении. Казимир. Жезус. Посмотрим за этой атакой. Паутиньо с мячом. Филиппе Паутиньо. Защита надежно играет. Мяч отобран. Надо постараться доставить мяч в штрафную. Ситуация, как мы располагаем. У Бразилии будет замена. Вперед идет Бразилия. Марселло веет. Есть варианты, куда сделать пас. Потерял он мяч. Но кому он достанется? Не очень понятно, кому он отдавал пас. Аут. Мяч у соперника. Они ведут в счете. А тут еще и свежий игрок появляется. Сопернику будет нелегко отыграться. Пошли последние 15 минут. Разгадали замысел соперника. Они и завладели мячом. Пока неплохо. И как опасно пробил. Блестяще! Бразилия подаст угловой. Вот так вот хитрят угловой разыгран. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Баутиньо. Сыграно жестко, но в рамках правил. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Очередная потеря. Есть варианты для паса. Где же удар? Великолепный гол! Команда забивает очередной гол. Голевой отрыв увеличивается. Все под контролем в этой игре. Заслуженный гол. Они просто расстреливали вратаря при полном попустительстве защитников. И рано или поздно это должно было случиться. Сегодня соперник ничего не может им противочувствовать. Поэтому играют раскованно и очень уверенно. Итак, замена. Весьма вовремя, надо сказать. 2-0. Самый нелюбимый счет. Фабио Капелло. Жан-Карло Гонсалес. Перехват в центральной зоне. Паутиньо. И пас обратно. Скучновато. Отлично играют в пас. Прямо любо-дорого смотреть. Да, сыгранность и взаимодействие у этих ребят на высоте. Асафейфа. Фузя добавляет 3 минуты. Марселу. Бразильцы с мячом. Они идут вперед. Навешивать пора. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Выручил он свою команду. И звучит финальный свисток. Он провел хороший матч. Просто здорово смотрелся. Сыграл он здорово. Забил очень важный гол. Заслужил победу вместе с командой. Тут больше нечего добавить. Филиппе Каутилио. Скидка назад. Пока неплохо. И как опасно пробил. Блестяще! Есть варианты для паса. Где же удар? Каутилио. Каутилио. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...